Здравствуйте! Сегодня я хочу прочитать матрицу девочки, которая родилась 11.06.2021 года. Вот такая у неё матрица так выглядит. Мы видим, что такое матрица, её квадраты, её значения, что такое энергии, которые здесь присутствуют и так далее. Это всё смотрите под видео, ссылочки у меня на канале, подробное описание про матрицу, общие сведения про чакры, связь чакр со здоровьем, с матрицей. Тоже есть отдельные прям ролики, чтобы вы понимали суть, что такое матрица и что по ней можно увидеть о себе. Я же здесь буду говорить энергии, которые будут проявляться у этой девочки в течение жизни на материальном плане. Вот эта линия земли, это материальный план, это линия духовного развития и души, и эмоциональный план, тонкий план более внутренний. Вот эти вот две линии, это родовая мужская, это родовая женская линия, это родовой квадрат у нас здесь такой есть. А это квадрат личный по матрице. На личном квадрате есть цветные кружочки, это цвета чакр. И энергии, которые с ними связаны, имеют именно значение, имеют влияние на эти чакры конкретные. То есть те энергии, которые в этих кружочках, они имеют влияние на эти же чакры. То есть сюда входит еще вот это вот, а сюда входят еще и вот эти энергии, которые здесь. Вот. И что мы имеем? Девочка родилась 11 числа. Это число сила. Это то, что она взяла с собой. Это у нас детско-родительский канал. Это говорит о том, что этот выбор сделала душа. Она решила, что ей нужно взять эти энергии с собой и войти именно в этот род, родиться в этой семье. Именно потому, что родители ей могут дать вот эту девятнадцатую энергию, а она от них хочет получить третью энергию, троечку. И отношения, которые ей нравятся, это девяточка. Итак, одиннадцатая энергия говорит о том, что это сила. Сила у нас обозначает, кроме того, что это физическая сила, это еще внутренний стержень. Этот человек обычно лидер, это харизматичный, это потенциалы, уверенность, практичность, амбиции, работоспособность и выносливость большая. Это ответственность, упорство и принципиальность. Такие черты характера она взяла с собой. Это положительные ее черты характера. И они должны у нее проявляться именно в плюсе по жизни. То есть потому, что они ей так даны. Но я всегда говорила и говорю, что от нас зависит, будем мы проявлять их в плюсе или нет. Принимаем мы эти таланты или не принимаем. Во многом на детей оказывает влияние именно родители тем, что они иногда подсказывают ребенку, как себя вести. Либо они являются образцом ребенка, для ребенка, как себя вести. Наши дети нас копируют всегда. Они не знают, как себя вести в той или иной ситуации. И они смотрят, как в подобных ситуациях ведут себя родители, потом повторяют нас. Поэтому это нужно иметь в виду. И таким образом дети могут изменить немножко свои положительные черты характера на отрицательные. Потому что глядя на родителей, начинают вести себя именно так. Хотя душа ее изначально взяла эти энергии в плюсе, например. То есть в чем задача матрицы, когда мы ее делаем для ребенка? В том, чтобы родители, послушав эту матрицу, понимали, какие черты характера ребенку нужно поддерживать, помогать и развивать. В чем суть задачи, которые поставила душа, высшие силы, вселенная. Род женский и мужской дали эти дары ей с собой. Как бы душа взяла эти энергии с собой для того, чтобы проявлять их в плюсе. А задача родителей поддерживать, чтобы ребенок мог проявлять эти энергии в плюсе, а не мешать ему. То есть не приостанавливать, не ущемлять его, не говорить ему, не иди туда, за это мало платит учиться в смысле куда-нибудь. Или не делай там, не выпендривайся, не выставляйся. Тут вот 17 энергия звездочка. Родители часто тормозят, бывает, детей. Этим не заработаешь, что ты там наряды надеваешь и прочее. То есть вот это нужно иметь в виду. Что нельзя мешать ребенку, если у ребенка есть такие энергии. Она проявляет себя, эта энергия. И нужно помогать, наоборот, если есть такая вот энергия, как звездочка, да, то нужно помогать развивать вкус у ребенка, чтобы он правильно себя проявлял. То есть если он хочет быть яркой личностью, звездой, да, то значит ему нужно уметь это делать. И родители должны показывать и рассказывать, а не мешать, не останавливать. И если они сами такие, что себя не проявили, они начинают мешать часто детям, проявлять их черты характера, которые им заложены. А для чего они им заложены? Вот эти все положительные черты характера, которые душа взяла, высшие силы дали, род дал. Они берутся ребенком для того, чтобы когда он вырастет и уже к 40 годам, начать прорабатывать те задачи, которые душа поставила перед собой. И эти черты характера, это то, что осталось как бы в долгу. Кулу – это то, что в прошлых воплощениях. Вот это вот на материальном плане она сама. Вот тут на духовном плане она сама. Вот тут вот на духовно-материальном плане мужской род. А вот тут вот на духовно-материальном плане женский род. Не смогли справиться с этими энергиями. Они их проявляли в минусе. Ее задача – не только не повторять эти ошибки, не проявлять их в минусе, а начать проявлять их в плюсе, и тогда эти вот негативные черты характера, они превратятся для неё опять же в дары, как и вот тут, то есть они станут положительными чертами характера, добавятся ей как ещё один талант и помогут проявляться ещё лучше и прожить более легко её жизнь, если она уже к этому готова. То есть это выглядит таким образом, что вот эти вот дары она взяла с собой как рюкзак в поход, а вот тут вот когда она попала в лес, она из этого рюкзака достаёт то, что она с собой взяла, поэтому если она это не возьмёт, не проработает, не получит, то потом ей будет очень тяжело или даже невозможно справиться с этими энергиями, и придётся прорабатывать эти из минусов плюс, а потом ещё и вот эти из минусов плюс, и поэтому после 35 лет, когда начинает уже раскрываться первая кармическая задача, у ребёнка может, у человека уже взрослого, да, может получиться так, что, как обычно у нас начинается сплошная карма, сплошная несчастная жизнь, все начинают проклинать, я себя не реализовал, я не смог, жизнь проклинают, ненавижу свою работу, мама сказала, иди туда, я всю жизнь хожу на работу как на каторгу и так далее. Вот это вот нужно иметь в виду, и именно для этого я делаю проработку детям, именно вот матрицы, да. Итак, одиннадцатая энергия силы, я сказала, да, это лидерство, это харизма, это такая внутренний потенциал, внутренняя энергия, это такой внутренний стержень, уверенность в себе, это упрямый ребёнок будет, потому что он знает, чего он хочет, он ставит цель, задачу, и он хочет туда идти. Одиннадцатая энергия, она такая немного даже упрямая, упёртая, да, которая знает, чего хочет, и начинает этого добиваться, к этому идти, стремиться, да, и она может за собой вести туда ещё других людей, если эта энергия в плюсе. Это ответственность, это упорство, это принципиальность, это работоспособность, выносливость, да, практичность и так далее. Вот, в плюсе. В плюсе девятнадцатая энергия, это одиннадцатая энергия через девятнадцатую, и сможет прийти к третьей. А девятнадцатая энергия, то, что могут дать родители, это власть и деньги. То есть научить её хорошо зарабатывать. Девятнадцатая энергия – это энергия расширения, это энергия солнца. Солнце у нас что делает? Оно охватывает половину земного шара. Поэтому девятнадцатая энергия имеет большую масштабность. Большие проекты, хорошая память, деньги, власть, авторитет, движение – это загораться идеей. Это такая вот идейность, которая вдохновляет, я загорелась, я буду это делать, да. Вот именно когда загорится, заработает, сможет это сделать и добьётся того, чего хочет. Но надо, чтобы была вот эта идея, которая её вдохновляет, от которой она загорится, загорается, да, потому что это солнце, оно загорается. В чём суть солнца? Светить и дарить тепло людям, да. То есть быть светлячком таким, нести свет, дать возможность другим людям заработать. Это чаще всего крупный руководитель крупного предприятия, потому что хорошая память помогает удерживать большие глобальные проекты в голове. Девятнадцатая энергия – это либо директор завода, да, который понимает суть того, что он производит от мелочи до самого конца, до крупного произведённого уже там станка там или машины или ещё чего-то, да. То есть вот такая, то есть это может быть вот депутаты, это может быть президент страны и так далее, да. Это может быть руководитель частной фирмы какой-нибудь своей собственной. В общем, в любом случае это чаще всего власть, а власть, мы понимаем, это руководители, да, и хорошие деньги. То есть это достаточно крупный бизнес. Это то, чему могут научить её родители. То есть это то, чего она как бы выбрала эту семью, потому что она рассчитывала, что они могут ей показать, как это иметь власть такую, да, авторитет, вот движение, загораться, успех, творчество здесь входит. Здесь лёгкость на подъём, девятнадцатая энергия, солнышко легко встаёт, светит, даёт людям урожай, даёт людям возможность работать, выращивать этот урожай, зарабатывать денежку, да. То есть это человек, который обеспечивает работой других людей, помогает им заработать, помогает им выживать. Без солнца никто не живёт. Поэтому вот такое тепло, дарить тепло, доброту, это сексуальность, это лёгкая на подъём. Это такая вот себе девятнадцатая энергия, да. И через вот именно эти таланты, с учётом того, что есть внутренняя сила, есть потенциал, есть желание двигаться вперёд, и возможность, способность много работать, и выносливость большая, да, и руководить таким предприятием, эти энергии, понятно, нужны. То есть это вот энергия, которой она хочет научиться в своей жизни, то есть стать руководителем крупным таким хорошим, с хорошими объёмами работы. И мы видим, что это приводит к тому, что она становится троечкой. Троечка – это императрица. Императрица – это, опять же, хозяин собственного предприятия чаще всего, потому что император, императрица, они не терпят на своём троне никого рядом, да. Императрица сидит одна на своём троне, там второго никого нет. Поэтому без партнёров только самостоятельно руководить предприятием, открыть свой бизнес. Ну и чаще всего, поскольку стоит троечка, это говорит о том, что этот бизнес может быть для детей, для мам, или семейный какой-то бизнес для семьи, да, где будет всё для семьи. То есть это могут быть игровые какие-то комнаты, когда мама отдыхает, может пойти в парикмахерскую хотя бы, да, а ребёнок занят, там его развлекают. Это может быть одежда для детей или для всей семьи, для мам, для детей или вообще для всей семьи. Это может быть продукты для всей семьи, это могут быть какие-то любые товары, да, или что-то производить это или торговать этим, не важно. Важно, что это будет что-то полезное для всей семьи, как говорится, да, или для детей и мам, как минимум, троечка. Это также говорит о том, что это материнство, она должна быть мамой, кроме того, что она должна быть императрицей. То есть бизнес обязана иметь она, и она должна быть мамой для того, чтобы воспитывать сама ребёнка, участие полное принимать в воспитании ребёнка. Не свешивать на мужа, не свешивать на бабушкам, дедушкам отвозить или отвозить его куда-нибудь ребёнка в какие-то круглосуточные там интернаты, да, и прочее. То есть это категорически нельзя. Если вдруг такая ситуация, что нет детей, значит, хотя бы взять из детского дома, но воспитывать ребёнка троечка обязана. Ну, это правда, когда стоит вот тут вот троечка в этом месте. Ещё хотела сказать, вот это вот большие кружочки, это кроме того, что это мощная энергия, которая способствует, несёт талант, этот способность руководителя, это всё её таланты. Девять талантов есть у каждого человека. Вот девять талантов есть у этой девочки. Первый талант – это внутренний стержень, это способность вести за собой, иметь вот эту силу, выносливость, работу. Это талант руководить большим предприятием и самой быть руководителем и мамой. Это вот то, что она как бы хочет получить. То есть такую задачу поставила перед собой душа, чтобы принять вот эти вот дары. То есть она выбирала, что ей это дадут. Девяточка говорит о том, что она любит, будет любить или любит, да, будет любить отношения, контакты, общаться с людьми умными. Девятка – это мудрость. Это монах, бредущий во тьме, который в одиночестве ищет выход, ищет путь. Но этот монах очень мудрый. Он знает жизнь, он чувствует связь со своей интуицией, с Богом, с высшими силами, со Вселенной. И поэтому девяточка – это говорит о том, что она будет любить таких людей именно в общении. Ей не интересны будут люди-пустышки. Ей будут интересны люди глубоко мудрые, которые мало говорят, которые много думают, которые, может, любят уединиться, побыть в одиночестве. И именно так она будет себя вести с другими людьми в общении. То есть именно в контакте с другими людьми. Не то, что она думает, а то, что она делает, да, скажем так. То, что она делает, когда видит людей, как она с ними будет контактировать. Это желание иногда закрыться, если в минус уходит девятка, да. Но в плюсе девяточке нужно побыть одной, дать ей возможность побыть одной. В это время она подключается и чувствует интуицию свою. Она слышит свой внутренний голос и девяточка требует немножечко побыть в одиночестве. В это время она подзаряжается, она получает эту энергию девятки. Девятка поэтому любит закрыться и побыть одна, чтобы ей никто не мешал. И эту возможность ей нужно давать. То есть желательно, чтобы у этого ребенка была своя отдельная комната. И если есть такая возможность у родителей. Если нет, то значит они иногда по ее желанию, по ее просьбе могут все уйти куда-нибудь. Она скажет, я хочу остаться дома. Не надо ее заставлять идти с вами. Она хочет побыть одна и это для нее будет очень полезно. То есть вот дать возможность иногда уединиться ребенку при наличии девяточки в ее матрице важно. Но мы опять же замечаем, что девяточка у нее не является главным талантом. Поэтому нельзя сказать, что это очень для нее играет большую роль, будет сильно проявляться. Но это у нее на уровне отношений с людьми. Поэтому это нужно учитывать. То есть она любит, чтобы ее не слишком окружали постоянным присутствием люди. Иногда хочется, чтобы никто не мешал, как говорится. Что такое вот эта энергия? Эти энергии это то, что ей дала Вселенная, дал Бог, дали высшие силы. Это взяла ее душа сама. А вот это то, что ей дали высшие силы, тоже как бы в помощь. Они посчитали, что это тоже ей пригодится и поможет. Это вот шестерочка. Это любовь. Это любовь, которую она должна дарить людям. Через любовь. Это главный будет ее талант. Это дарить любовь. И быть таким вот светлячком. С любовью относиться к людям. Чувствовать людей. Это шестерочка, когда она в плюсе, она любит праздники. Она любит вот красиво одеваться. Это чувство вкуса и стиля у шестерочки. Это общительность. Это любит устраивать праздники. То есть это же готовить, красиво наряжать там комнату, украшать блюда и так далее. Это то, что будет нравиться человеку. Чувство вкуса и стиля присутствует. Любовь ко всему красивому. Обаяние. Очень обаятельные эти люди. Привлекательные. Они притягивают к себе людей, окружающих. У них обычно много друзей. Это верность. Это соблюдение верности. Это бескорыстие чаще всего. Они открытые. Они приглашают все, что у них есть. В холодильнике они выкладывают на стол. Они не оставляют что-то себе про запас, чтобы никто не видел. Как иногда бывает. Именно в этом смысле шестерка раскрывает себя. Но это еще и эмоциональность. Это восторженность такая от общения с людьми. В плюсе это все выглядит именно так. В минусе я потом еще расскажу, чтобы сейчас не перебивать. Четырнадцатая энергия. Через четырнадцатую энергию любовь это будет проявляться. Четырнадцатая энергия – это терпение и творчество. Это искусство. Главный талант четырнадцатой энергии – это терпение. Но терпение не в смысле, что ты терпила, который терпит все, его оскорбляют, бьют и так далее. Он терпит. Нет. Терпение – это уметь долго ковыряться, что-то делать и, наконец, создать. Это художники, которые годами, десятилетиями пишут одну картину. У них хватает на это терпения. Это рукоделие всякого рода, способности творчеству развивать, раскрывать. Именно вязать, шить, готовить и прочее. Украшать что-то, быть стилистом. Это все сюда может входить. Это четырнадцатая энергия. Это талант. Это музыка, может быть, даже, хотя музыка больше к пятерочке относится, но она здесь тоже присутствует. Но это может быть любое творчество, искусство. Это может быть искусствовед. Это именно любить искусство, ценить его, ценитель искусства, может быть. И вселенная дала восприятие окружающего мира, окружающей среды, как возможность быть свободной. То есть для нее окружающий мир выглядит таким свободным. Свободным, открытым для творчества, легким на подъем, что можно путешествовать, можно двигаться. Вот так вот воспринимается двадцать вторая энергия. Это шут, это мудрый человек. Это вот эту энергию. То есть для нее окружающий мир, отношения с окружающим миром, это не только люди, это Вселенная. Это восприятие Вселенной как таковой. Это восприятие Земли, природы, животных и всего. Луны, Солнца, моря, всего-всего-всего. Вокруг, как чувство свободы. То есть ей нужна эта природа, ей нужно туда вырываться, ей нужно с ней общаться и так далее. То есть она свободна. И чувство, ощущение, что окружающий мир дает ей свободу. Скажем вот так. Она чувствует возможность вот этих вот всех проявлений, с легкостью, добротой, тоже опять же свободы. Это 22-ая энергия, это оптимизм, это легко адаптироваться в любом месте, где бы она ни находилась. То есть это человек, который не будет страдать ностальгией. Если уехал из дома, 22-ая энергия вот помогает. Хотя у нее это наоборот в минусе здесь вот присутствует. Поэтому в этот период времени может как раз не хватать чувства свободы. Но в качестве дара ей вселенная дала попробовать вот это ощущение. Ей нужно его запомнить с детства. Что такое свобода? Чувствовать свободу от окружающего мира. Чтобы потом это чувство вот тут вот помогло ей раскрыть вот этот негатив. Итак, 22-ая энергия. Свобода, легкость на подъем, путешествие, открытость, адаптивность. Это оптимизм, доброта, общительность, авантюризм, независимость. Активность, движение, это креативность. То есть это такой шут, это такой веселый, который всегда может сказать правду в глаза и не боится, что ему за это что-то там будет. Он в шуточной форме преподнесет. Он не стремится проявить себя как первый лидер. Выставить, чтобы я это сказал, я тут первый и так далее. Потому что 22-ая энергия, это шут за троном короля. Понимаете? Это советник за троном короля. То есть он нашептывает королю, а король произносит первую фразу. В данном случае ею будет восприниматься окружающий мир как такая вот свобода, легкость и открытость. То есть легко можно двигаться в этом мире, путешествовать и так далее. Дальше. Что мы имеем? Мужской род дал ей 17-ю энергию. Это он хочет ее видеть звездой, звездочкой. Что такое у нас звездочка? Звездочка – это энергия популярности, это творчество. Опять же, мы говорим, что ей дано творчество свыше, способность творить. И здесь вот указывается на то, что она может стать очень популярной. Уже в 10 лет она почувствует эту возможность свою. После 5 до 15 у нее есть возможность научиться быть популярной. И потом эту энергию сохранить с собой и вести ее по жизни. То есть это умение быть популярной, не стесняться, не бояться проявлять себя. Это то, что для нее будет очень важно. В дальнейшем оно ей должно помочь. Потому что это то, что ей дал мужской род, чтобы она смогла проработать вот эти вот его грехи, как говорится, прошлых воплощений до седьмого колена. Итак, 17 энергия – это звезда, это популярность творчества, это желание быть в центре внимания, это яркость, артистизм, эмоциональность, обаяние, амбиции. Это любовь к себе обязательно звезда всегда очень любит себя, лишь бы не доходило до полного эгоизма, а так ничего. Поэтому любить себя, если ты себя не любишь, то как тебя будут любить другие? Значит, ты недостойен любви, ты сам так считаешь. Поэтому любить себя – это обязательно. Но любить себя – это не значит потакать всем своим желаниям, а именно понимать, что для чего ты делаешь и дарить свет людям. Потому что задача любой души – это стать лучше, стать чище. Для этого она сюда и приходит. Она берет вот это и старается очиститься от вот этого. Итак, вот эта звездочка у нас такая любовь к себе, еще чувствительность. Это тонкая чувствительность, интуиция. Это, конечно, упорство. Каждая звезда упорно рвется к олимпу. Поэтому здесь, опять же, упорство присутствует, интуиция, упорство. Это индивидуальность, конечно же, иначе как ты выделишься, если ты не индивидуален. И открытость. Если ты будешь прятаться, как же ты будешь звездой? Звезда должна сиять, и в этом ее задача. Поэтому вот такая вот звездочность или звездность должна научиться, она ее почувствовать уже в свои 10 лет. С 5 до 15, как минимум, она этот урок должна усвоить. Проявляться у нее эта энергия может только через любовь. Мы, опять же, видим эту любовь, мы здесь получили, да, через любовь. Она должна дарить любовь людям, она должна быть открыта людям, да, принимать, как я уже сказала, праздники устраивать, да, светить ярко, да, общаться с большим количеством людей. И мы видим ее талант, это приведет ее к пятерочке. Надо полагать, что она звездой может стать через пятерку. Пятерка – разговорный жанр. Это либо учитель, ученик, да, который может учить, преподавать что-то, читать лекции, проводить тренинги и так далее. Чего сам умею, тому учу других людей. Это артист, это вполне может быть артист-актер в прямом смысле слова, потому что это разговорный жанр, да, опять же, то есть артисты, играя роль на своем примере, доступно показывают, как решить какие-то проблемы, что такое хорошо, что такое плохо, да. То есть учат людей своими ролями, своей ролью, своей искренней игрой чистой, которой люди верят, и потом они, конечно же, умеют это понять, разобраться в себе и понять, что такое плохо, что такое хорошо, как хорошо себя вести, как плохо и так далее, да. Опять же, это песни, это пение, это может быть чтение стихов, это может быть писать книги, романы, их читать, может быть, вот это все, как бы все, что относится к разговорному жанру. Это способность принимать сложные, не очень понятные другим людям, информацию какую-то, да, какие-то тексты, какие-то разбирать какую-то непонятную, малодоступную, трудносказанную какую-то информацию и в голове у себя разложить все по полочкам. Пятерочка – это все всегда по полочкам, в порядке, разложено, по значкам, по отметочкам, да, легко всегда найти. Это то, что делает пятерочка. И она в голове у себя все раскладывает по полочкам и легким, доступным языком доносит эту информацию самому недалекому человеку, с легкостью преподнесет, да. Все поймут, это обычно люди, которые, хорошие учителя, которые умеют хорошо донести информацию. Это пятерочки. Пятерочка нуждается в том, чтобы то, что она выучила, тут же отдавать. Потому что это мелкий сосуд, я всегда говорю, который только наполняется, нужно, чтобы сразу вытекало. Если она будет удерживать, жадничать, скажем так, делиться рецептами своими, да, знаниями, своими, опытом своим, или не проявлять свой вот этот, да, артистизм свой, какие-то вот учительские способности или еще какие-то будут проявляться, это будет видно по ней, да, что она хорошо умеет делать. Вот, если она будет это не желать отдавать, то к ней не будет поступать новая информация. Она не сможет научиться, если она не будет это отдавать людям. То есть все, что она получает, она должна сразу отдавать. У пятерок часто бывает такая проблема, как то, что они не хотят делиться своими знаниями. И это говорит о том, что у них синдром самозванца, называется он, да, это когда считают, что я еще сам мало знаю, мне нечего другим отдавать. Вот когда я выучу все, когда я сам все пойму, когда я досконально разберусь, вот тогда я вам расскажу. Но дело в том, что все никогда не поймешь, сколько ни учись, дураком помрешь. Поэтому нужно это помнить, и поэтому то, что ты сегодня выучил, то сегодня и расскажи другим людям, да. И тогда к тебе придет новая информация. Как только ты остановишь поток отдавать, ты тут же перестанешь получать, потому что просто некуда будет поступать этой информацией. Кроме этого пятерочка, это еще семья. Это любовь к семье, это порядок в доме, это дисциплина, правила, законы. Это вот все любит соблюдать она, чтобы все было по правилам. Не дай бог, шах право, шах лево, да, вы сделали не так, как написано по инструкции. Это тоже пятерочка. То есть вот это вот все, то есть семнадцатая энергия, то есть ее вот эта звездность и популярность через любовь может раскрыться благодаря вот такого рода ее таланту. То есть родителям нужно смотреть в разговорном жанре, где она может себя проявить. То ли она хорошо, круто будет читать стихи с чувством и с любовью, да, то ли она может петь очень чувствительно, очень всем это будет нравиться, слезы будут литься, да, достучаться до глубины души людей. То ли это артистка, ей стоит поступить, пойти учиться в какой-то кружок вот театральный, да, она там себя проявит. То есть ей нужно искать что-то в этом направлении. Но надо не забывать, что не исключаем ее вот это вот способности к искусству и так далее. Но то, что она здесь пройдет урок вот стать звездочкой, популярно выйти на сцену, не бояться себя проявить. Пусть это даже дальше может ей не пригодится. Вот тут пятерочка еще будет в проработке. Вот может быть ей не пригодится, но надо сказать, что пригодится. Вот я просто не увидела сразу, да, вот, то есть поскольку это и дальше пригодится, но даже если бы это ей дальше не пригодилось, именно пятерка, что она там пеет, и она не станет певицей, не станет артисткой, например, да, но она научится быть звездой и дарить людям через любовь свой талант. Это очень важно. Вот этот урок принять, это поможет ей дальше жить, да, то есть она перестанет комплексовать, она не будет стесняться проявить себя. Это тот урок, который ей нужно здесь пройти. Дальше вот тут мы видим шестерку через четырестую двадцатку, она приходит к роду. То есть даря любовь, даря задача, понимаете, не окутать ее любовью, а научить ее с самого детства. Это то, что здесь 20 лет, это не говорит, что в 20 лет это с нее уже спросится. А с самого детства учить ребенка нужно не пользоваться любовью, что все ее любят, хотя она в этом очень сильно будет нуждаться, потому что шестерка, она дарит любовь и очень хочет знать, что ее тоже любят. Но здесь важно именно то, чтобы она умела любить других людей, то есть научить ее через любовь делать то, что она делает. И здесь опять же, мы видим здесь через любовь пятерочку, а здесь идет, что любовь поможет ей через талант, через вот эти вот какие-то таланты, искусство, какое-то творчество, через терпение, вот это терпение, это выждать, это дождаться, это выбрать нужный момент, сделать все правильно и вовремя. Хороша ложка к обеду, да? То есть вовремя все должно быть. То есть уметь подождать и дождаться нужного момента, это 14 энергия. Чаще всего, если 14 энергия в минусе, это торопыги, которые вечно раньше времени куда-то влезут и все испортят, да? Поэтому нужно иметь в виду, ну себе же испортят, я имею в виду, что раньше времени лезут поперед батька в пекло, да? Вот это вот нужно иметь в виду, что 14, если в минус пойдет, она будет вот торопыга, будет торопиться и лезть туда, куда не надо. Спешить, везде спешить будет, везде ей надо быть выскочкой такой, знаете, еще тоже как минус, может быть, 14 энергии. Вот важно здесь научиться проявлять терпение и не быстро-быстро лишь бы сделать, да, а терпеливо, долго, но очень качественно заниматься творчеством каким-то. То, чем она занимается, оно должно получать хорошее качество, и этому нужно учить, именно терпение, усидчивость, да, чтобы делать свою работу. И в этом ей поможет род. Мы видим, что здесь еще дается в помощь, вот на уровне ментального плана, да, то есть на уровне именно обучения, на уровне того, чему она должна учиться, она должна прислушиваться к родственникам, к родным, к близким. Вот, она должна с ними общаться, соблюдать традиции. Традиции очень важно соблюдать, двадцатка, это традиция, это род. Это у нас двадцатка дает, раскрывает в ней возможности тоже мыслить более широко, объемно. Это такая целостность, это семья. Двадцатка целостность, это чувствовать себя не только с точки зрения материального плана, но еще столько же с точки зрения духовного развития очень важно. Поэтому целостность, это когда человек чувствует себя не только как животное, да, но еще как духовно высоко развитое создание, что это Божья, частичка Бога, да, и Богом созданное существо, поэтому это искра Божья. Вот, и этого надо не забывать, что в тебе есть душа. Вот это вот очень важно для двадцатки. Двадцатка должна соблюдать род, родственные отношения. Это ясновидение такое, ясновидеть цель, либо ясновидение с точки зрения эзотерики тоже может раскрываться здесь. Это может способствовать двадцатой энергии этому. Вот, это именно общение с тонким планом, высшим планом, не низких вибраций, а именно высоких вибраций. То есть это не медиумы по восемнадцатой энергии, да, которые более с низким планом, да, общаются, а именно двадцатка, она стремится к тонкому плану, к высокому, к высшим, к интуиции своей, вот именно к высшим энергиям. Вот, это то, что дает двадцатка. Это мудрость, это чувствительность, опять же, как и четырнадцатая энергия, очень чувствительная, благородная такая, да, скромная достаточно, при том, что семнадцатая хочет быть яркой, но внутри человек, как самовосприятие себя, будет чувствовать достаточно скромным человеком, то есть не сильно стремиться к этой яркости, просто так будет требовать работа, да, она это сделает, а по жизни будет более-менее скромная и нормальная, как бы себя вести, да, терпеливая и сдержанная, благородная, это такая энергия четырнадцатая. Вот, и двадцатка говорит о том, что единение с родом, помнить свои корни, да, помнить свой род, чтить его, прорабатывать родовые проблемы, избавляться от негативов родовых, это будет вот тоже, тоже относится к двадцатой энергии. Разносторонность такая, компромиссность, авторитет, масштабы, да, это все двадцатая энергия дает ей. То есть вот такие таланты она берет с собой, двадцатая я уже сказала, да, вот эти таланты она берет с собой и к тридцати годам, до тридцати пяти, вот тут уже будет проявляться активно ее одиннадцатая энергия. Мы видим, да, одиннадцатая энергия, это внутренний стержень, работоспособность, это ее желание работать и желание вести за собой, проявить себя, это лидер такой, это харизма, это уверенность в себе, это практичность проявляется здесь уже, это нужно проявлять эти энергии, вот именно так, то есть не стесняться быть вот таким харизматичным лидером, вести, чувствовать свой потенциал, амбиции, знать свою работоспособность и выносливость и ответственно брать на себя вот ответственность, идти вперед, принципиальность здесь присутствует, упорство и упрямство может быть буквально просто невероятно, потому что аж два раза она присутствует, то есть одиннадцатая энергия будет раскрываться через восемнадцатую энергию. Сейчас я о ней расскажу. И с помощью восемнадцатой энергии она еще больше усилит свою одиннадцатую энергию, то есть свою силу. Эта сила не только внутреннее, конечно, потенциал, это и крепкое здоровье. Крепкое здоровье она может в себе поддерживать сама, создавать его себе именно тем, что она будет вот, она взяла эту энергию с собой и она будет делать все для того, чтобы поддерживать свой организм в достаточно хорошей форме. То есть здесь желательно спорт, физкультура, да, мы видим присутствие семерочки, может быть связано немножко с бегом, с каким-то движением, подвижностью, да, ну хотя бы, скажем так, бегать по утрам как минимум. А нет, спортзал, тренажерный зал, это тоже очень хорошо для одиннадцатой энергии. Она просто очень нуждается в том, чтобы где-то тратить свою физическую силу, физическую активность, она ей нужна обязательно. Кроме внутреннего стержня. Одиннадцатая энергия любит подкачаться, поднапрячься и так далее, да, это тогда она будет здорово, физически здорово, физически здоровое тело. Спорт любит. Одиннадцатая энергия, да. Одиннадцатая энергия, если уходит в минус, это трагедии, поэтому не советую ей уходить в минус, да. Это вплоть до драк, до кровотечений, до избиений, до крови и прочее. Это когда мужчины особенно занимаются таким спортом с типа кулачным, да, боями и прочими. Это тоже сюда может входить, но это если мужчина. В данном случае мы говорим о девочке, поэтому здесь просто тренажерный зал, активность. И это могут быть хирургические какие-то вмешательства, но в данном случае она в плюсе, поэтому мы говорим о том, что здесь этого скорее всего не будет. Но может быть хирург, если это будет врач, то это будет, конечно, очень здорово. Это врач, который может читать лекции, да, вот обучать людей и может быть связан именно с кровью, вот с этой вот силой физической, да, то есть давать людям здоровье и учить их этому, обучать их этому тоже, как одиннадцатая энергия. Это МЧСники, спасатели часто тоже. То есть это такая больше мужская энергия, это сильная волевая мужская энергия. Восемнадцатая энергия здесь присутствует, это Луна, это женская энергия. То есть через женскую энергию она ещё больше усилит свою мужскую, то есть силу, вот эту вот внутреннюю силу, которая внутренний стержень. Да, это большая выносливость. И одиннадцатая энергия нужно помнить о том, что когда она будет руководителем на какой-то фирме, не заставлять людей работать столько, как может работать она. потому что там, где она ещё даже не почувствовала усталость, люди уже выдохлись. Вот в чём суть одиннадцатой энергии. Они не замечают, они не понимают, как это люди уже устали, если она ещё не устала. Она просто не устает. У неё выносливость неимоверная. У одиннадцатой энергии, да. Итак, восемнадцатая энергия говорит о том, что это человек будет иметь возможность вот через вещи сны какие-то, да, которые будут сниться. Покойники могут приходить во сне, кто-то из умерших бабушек или дедушек, подсказывать, советовать, направлять. Вот это медиумы ещё восемнадцатая энергия. Вообще восемнадцатая энергия – это магическая энергия, это луна, это свет во тьме. То есть её задача – светить во тьме. То есть там, где люди не могут найти выход, разобраться, что им делать, как поступить, куда идти, как двигаться, как исправить ошибку и так далее. Потому что это темнота, да, ночь, темнота и светит луна. И только благодаря луне люди видят выход. Понимаете, суть какая. Чем бы она ни занималась, она помогает людям избавиться от их проблемы. Вот в этом будет её задача. Это может быть, я говорю, и торговля, а может быть врач, который помогает избавиться от болезней, и люди могут двигаться дальше. Потому что для них наступает полная тьма, да, когда они тяжело больны. И здесь может идти речь о здоровье. Вот мне пришла почему-то мысль, что это может быть хирург, скажем так. Если она будет хирургом, и она будет читать лекции, она будет ещё писать, например, диссертации и прочее, да, то есть быть такой профессор и так далее. Это то, что может быть, если её к этому будет тянуть. Вот, потому что знание ей может быть очень популярно вот именно в своей этой сфере. То есть не обязательно артистка или певица. Это может быть человек, который даёт знания, умеет читать лекции, умеет рассказать то, что она знает и прочее. То есть, да, делиться своими знаниями с любовью к людям, обязательно с любовью, только через любовь. И здесь её главный талант – это любовь. То есть именно от желания помочь, а не от желания заработать кучу денег. Имеем в виду это. То есть её талант будет раскрываться, если она будет от желания, от любви к людям, хотеть им что-то сделать для них, да, проявить свои какие-то таланты. Какие таланты? Это нужно смотреть родителям и не мешать ей, а помогать, раскрывать те таланты, куда она будет пытаться попробовать что-то сделать и так далее. И 18-я энергия говорит о том, что своим талантом она должна именно помогать людям найти выход, найти, где же они ошибались, что они делали не так, почему они не могут понять, почему у них не получается, а у неё получается. То есть она свет во тьме, она свет там, она выход там, где люди не могут найти выход. Вот это вот Луна, это её способность такая вот у Луны. Это магия, это интуиция, это свет, это загадочность, это притягательность, это материализация мыслей. Очень важно знать то, что она думает. Очень важно, чтобы она понимала, что в этот период времени особенно её мысли очень сильно материальны. То есть думать нужно только хорошо, только о том, что всё будет благополучно. Думать нужно только о том, что, в общем, слово «переживаю» надо забыть ей. То есть учите её не переживать, а только думать о том, что всё будет хорошо. Когда она начинает переживать о ком-то, она планирует плохое. То есть плохое думает, плохое сбудется, потом эти люди говорят, я же говорил, это вот проблема 18 энергии, мы видим, что она здесь у нее еще будет проходить испытания поэтому здесь это дается как опыт, когда надо научиться в этот период времени, ей нужно научиться, уже уметь, не научиться а уже уметь, в это время с нее уже будет, как говорится, спрашиваться приняла ли она этот талант талант 18 энергии замечать ошибки, которые делают другие люди и помогать им их исправить, потому что она знает как это сделать поэтому это артистизм, конечно это сильное воображение это интерес ко всему тайному, скрытому непознанному, опять же к ошибкам, которые хотят скрыть, спрятать она их всегда обнаружит если это инспектор в налоговой то это тот человек, который открывает любой отчет сразу на том месте где сделана ошибка не глядя, просто открывает, а там уже ошибка то есть вот так вот чутьем внутренним чутьем знает, где это можно обнаружить ошибку вот так вот работает 18 энергия и тогда ее задача не использовать эти ошибки против человека не навредить ему, а наоборот подсказать и помочь ему эту ошибку исправить, сказать у вас здесь ошибка исправьте пожалуйста, а то у вас будут проблемы скажем так вот и показать, как надо исправить научить человека, подсказать ему в этом задача 18 энергии если это будет злоупотребление тем, что вы увидели у другого человека ошибку и скрыли это для того, чтобы потом получить за это премию штрафовать этого человека и так далее то есть вы уходите в минус по 18 энергии об этом нужно помнить тем, кто владеет 18 энергии и так, вот эти вот энергии это то, что дано ей в дар то есть это то, что если родители будут ей помогать оно у нее будет получаться буквально само собой то есть это то, что она умеет на подсознательном уровне ей достаточно это просто, как говорится, вспомнить это ее таланты, это ее способности и когда она приходит к 40 годам у нее будет проверяться ее пятерочка насколько она хочет и умеет делиться знаниями насколько она их не скрывает и не прячет насколько она ученик-учитель насколько она хочет учиться сама и хочет учить других здесь речь идет еще вот 13 энергия присутствует и она говорит о том, что камнем преткновения на материально-финансовом плане на зарабатывание денег и на ее благополучии финансовом может оказаться 13 энергия она заткнет буквально поток денежный как камень ляжет в трубу и заткнет его если она не будет постоянно следить за новыми тенденциями то есть опять же, что-то я возвращаюсь к хирургу, например врач, доктор, там может быть профессор уже если не будет следить за тем что нового, что появляется применять это обновлять постоянно применять это в жизни учиться этому постоянно учиться не зацикливаться на том что уже умею и могу сидеть почивать на лаврах ни в коем случае 13 энергия не даст вы не сможете заработать денег вы не сможете жить богато и успешным быть в своей работе если вы 13 энергию запустите но в чем здесь суть что как раз именно это карма будет делать она будет делать так чтобы не хотелось учиться чему-то новому чтобы не хотелось разбираться в сложных каких-то непонятках и еще и этому учить других так, чтобы им было понятно будет не хотеться изучать что-то новое то есть здесь могут возникать такие проблемы 13 энергия имеет такой потенциал что если человек сопротивляется то он заставляет перемены принимать через силу вплоть до того что может заставить может изменить жизнь может разрушить ей жизнь так, чтобы она переехала в другое место или еще что-то то есть создать такие ситуации что вынужден будешь все начинать с нуля сначала то есть все старое умирает новое рождается поэтому сам следи за тем как говорится где что-то старое умерло и новое родилось то есть ищи постоянно обновляй сам если добровольно будешь менять место жительства не хочется но тебе предложили другое место где ты можешь принести больше толку и пользы и ты туда едешь потому что тебе нужно постоянное движение тебе нужно постоянно куда-то двигаться 13 энергия в данном случае спросит с 35 до 45 лет будет стоять задача о том чтобы должны произойти перемены в жизни все что было раньше оно умирает ты перерождаешься ты становишься другим человеком и в это время могут измениться и отношения в семье могут измениться работа профиль работы полностью может произойти до того что полностью человек поменяет работу но научиться новому чему-то принять это новое и двигаться вперед здесь уже как говорится помогать опять же как я говорила 18 энергия будет желание закрыться в себе никого не вижу никого не слышу никого не хочу знать здесь очень похоже на такую знаете глубокую обиду на что-то что ее вот она прям закроется в себя она не хочет ни давать ни дарить как будто люди ее не понимают вот такая такая будет ситуация да и ничему поэтому не хочется новому учиться ничего менять и перемены могут произойти если она сама не будет искать себе что-то новое как и по-новому как-то жизнь ну ее будет подталкивать ее надо ей нужно будет чувствовать это где что-то новое она может получить чему-то научиться и двигаться дальше тогда 18 энергия это будет то опять же где она поможет другим людям за счет вот этих своих знаний и за счет того как она сама менялась она поможет другим людям находить ошибки в их жизни то есть это будет опыт вот это через вот эти новые знания через вот эти перемены она получит новый опыт в жизни который покажет как исправлять ошибки то есть она исправит какие-то свои ошибки и будет понимать и знать как это делать то есть она должна будет включить себе свет потому что в данном случае будет состояние такое как будто она во тьме как будто она сама нуждается в том чтобы ей кто-то открыл стал луной для нее чтобы кто-то посветил потому что здесь получается все это в минусе то есть у нее не будет желания учиться либо не будет приходить какая-то информация либо ей будет что-то мешать не будет чувствования ощущения порядка то есть все будет все равно раскладывать все по полочкам может быть проблемы с семьей потому что это еще и семья это именно близкая семья то есть это не дальние родственники это мама папа и это муж и дети да это вот эта самая близкая семья с кем общаешься с кем близко живешь где ты наводишь порядок все у тебя по полочкам разложено ты понимаешь что и куда вот тут будет такое ощущение что ты ничего не понимаешь ты не видишь порядка не понимаешь что делать это вот такой период будет нужно знать что этот период когда придет что это кармическая задача это то с чем не справился человек в прошлом воплощении и поэтому в этой жизни ему нужно это проработать именно справиться с этим принять это понять что это все задачи которую нужно пережить и пережить именно тем, что не отказываться от обучения, а учиться, не бояться учиться новому, не бояться перемен, которые придут, иначе перемены произойдут вплоть до того, что может, ну как, может даже карма может оставить тебя калекой, чтобы ты только поменял что-то в своей жизни, если ты сильно упираешься, чтобы ты ушел с этой работы, например, да, поэтому это надо учитывать, это очень серьезно, тринадцатая энергия, когда толкает, иди к переменам, учись новому, ищи что-то новое, меняйся, меняй свою жизнь, меняйся сам, и тогда восемнадцатая энергия для тебя раскроется, ты станешь более притягательная, привлекательная, это как раз вот эта магия притягательность, артистизм, интерес к чему-то тайному, скрытому, новому, опять же, это обучение, да, вот, это, опять же, узнавать что-то непознанное, раскрывать, это может быть медиум, это может быть вот эти вот магические способности через интуицию, чувствование в людях негатива и помогать им избавиться от этих негативов, это может быть врач-нарколог, опять же, если мы о врачах говорим, это может быть психолог, который помогает людям перевернуть их жизнь, например, да, из, там, была, может быть, артистка или, может быть, была спортсменка, и, опять же, можно быть и мастером спорта, вот, здесь семерочка и движение одиннадцатое требует, да, говорит о том, что это может быть мастер спорта типа бегуна, какие-то подвижные какие-то моменты, хотя это может быть и силовой спорт, типа карате или дзюдо, да, борьба какая-то, может быть, тоже, хотя для девочки, но кто его знает, бывает и такое, вот, из самбо или еще что-то, да, то есть, если было что-то такое, то здесь речь идет о том, что здесь нужно что-то изменить будет, то есть, это надо прекратить и начать новое, часто, да, спортсмены прекращают свою спортивную деятельность или еще какую-то деятельность и начинается другой этап жизни, вот это об этом говорит, что нужно научиться чему-то новому, не лениться, разбираться, докопаться, разобраться, других еще учить этому, да, не жадничать знания, переменить, будут меняться люди, окружение, знакомые, друзья, место работы, место жительства, что угодно может поменяться при 13 энергии или даже, говорю, вплоть до состояния здоровья, если человек сильно упирается. И 18 энергия, если она потом уже обернется в плюс, потому что в минусе это закрыться в себе, 18 энергия, это говорит о том, что человек закрывается в себе, обижается на весь мир, появляется всякого рода зависимости, может уходить в алкоголь, в наркотики или еще что-то потянуть, может депрессивность, в лицемерие, притворство, состояние жертвы, жаловаться, ныть начнет, да, вот это, а потом мстительность возникает, злопамятность, вот, из-за одиночества, из-за того, что вот кто-то что-то сделал так, что она оказалась в этой ситуации, и магия во вред другим людям может возникнуть, потому что 18 энергия в минусе, это черная магия, это связь с черной магией, это не дай бог обратиться к какой-то бабке, чтобы она привораживала кого-нибудь, да, возвращала все обратно, вот если этим начать заниматься при 18 энергии или самой еще что-то там, не дай бог, да, это вытворять такое, когда насильно кого-то заставлять что-то делать или кому-то вред приносить, мстить, это то, что 18 энергия умеет делать, когда она уходит в минус, то есть нельзя этого допускать, и тогда, если вы будете в плюсе, то, наоборот, 18 энергия станет для вас светом, знаете, как этот, свет в конце тоннеля, вот так вот, то есть вы будете вот в этой тьме, но вы вдруг поймете, что свет для вас возможен, вот так вот будет работать здесь эта энергия, в девяточку, когда приходит в 50 лет, здесь уже идет девятка, опять же, желание закрыться в себе, если вот тут особенно не проработалось, то еще больше замыкается в себе, никого не хочу видеть, никого не хочу знать, пятерка и девятка вместе, опять же, как я уже говорила, да, это синдром самозванца возникает, а здесь он прямо в талантах стоит, поэтому очень сильно может себя проявить синдром самозванца, это девятка любит говорить, да, что их учить, они вообще ничего не понимают, до них не доходит, они тупые эти все люди, они все равно не поймут, то есть обычно пятерка и девятка, когда еще вместе и в минусе, это говорит о том, что они не хотят никого, ничему учить, они говорят, я сама разобралась, я поняла, пусть тоже сидят и разбираются, но не каждому дан такой талант, поэтому речь идет о том, чтобы то, что вы узнали, опыт прошлых воплощений, это имеет девятка, которая знает подсознательно, как поступать и что делать, если она у тебя находится в плюсе, то есть ты чувствуешь интуитивно, девятка это интуиция, это открытость, опыт прошлых воплощений, то есть ты на подсознательном уровне знаешь, что делать, другие люди не знают, а ты знаешь, просто берешь и делаешь, и откуда-то ты знаешь, как это делать. Так вот и работает девяточка, да, она знает, как найти выход из положения, потому что она помнит это где-то, да, вот, а пятерка учится в этой жизни уже, да, это мы читаем книжки или учимся мастерству какому-то, кто-то где-то показал, вы научились, потом сами других учите и так далее, да, вместе с девяткой вы вместе работая очень многое можете дать людям. Шестнадцатая энергия говорит о творчестве, о сильнейшем творческом потенциале, потому что шестнадцатая энергия – это мощнейшая строительная, я ее называю, энергия, созидательная энергия, она по кирпичику может построить небоскреб, да, вот, то есть из мелочи, из всяких вот каких-то тонких идей, мыслей, каких-то таких новых креативных мыслей, соображений, да, идей, которые приходят, это много тоже идей здесь, это идейность, это духовность, еще такая сила духа возникает здесь, вот, это идейность, духовность, это ясновидение, это лидерство, решительность, это очень мощная энергия, если она идет на созидание, если она направлена на то, чтобы творить, создавать, то есть если человек находится в плюсе, если человек вот по девятке своей, ему пришла какая-то мысль, оттуда его интуиция, да, подсказывает, надо действовать, надо что-то делать, надо созидать, создавать, творить, он понимает, что он хочет, потому что семерка, если она в плюсе, это тоже лидер, это воин, это колесница, которая катится вперед, смело, быстро очень, да, принимает решение, видит цель, принимает решение идти к этой цели, потому что знает, что у него на это есть способности, и он идет и добивается своего, да, вижу цель, не вижу препятствий называется, да, потому что я знаю, как это сделать, то есть не по трупам идем и по головам, семерка может уйти таким образом, да, что не видя никого, толкая всех руками, ногами, двигаться к своей цели, что называется по трупам, да, этого ни в коем случае нельзя делать, а именно так, что ты не мешаешь никому другому, а здесь же в минусе это все, да, если в минусе девятка закрылась в себе, не хочет никому ничего и никого, не видеть, не слышать, и вообще это монах, я говорю, бредущий, попал в пустыне, в одиночестве, который не видит выхода, везде темно, он просто бредет, вот, то есть так выглядит девятка в минусе, это замкнутость, это закрытость, это недовольство жизнью, это все люди тупые, это аскетизм, это гордыня, это осуждение других людей, что они все вокруг дураки, что они ничего не понимают и вообще нет достойных, это синдром самозванца, который не хочет, как я говорила, уже делиться своими знаниями, потому что никто не поймет, что вот это напрягаться, это страх одиночества и одновременно страх отношений, это материализм и зацикленность на деньгах и больше ни на чем, не хочу ничего знать, вот, в то же время аскетизм может быть такой, что уйти вообще в аскет и закрыть и забыть про все, тоже как вариант, то есть варианты минусов всегда две крайности, либо слишком много, либо слишком мало чего-то, да, минуса этого, вот, поэтому, вот девятка, если вот в таком состоянии человек будет находиться, то шестнадцатая энергия, конечно, ничего не будет созидать, а если она ничего не созидает, она максимально все разрушает, как она умеет разрушить всю жизнь, это нужно понимать, то есть это взрыв, это рушится все, это рушится отношения, это рушатся финансы, это рушится здоровье, это рушится все на свете, то есть у человека одновременно куча проблем по всем сферам жизни. И, конечно же, неимоверный страх двигаться вперед, не видит он цели, не знает, зачем ему это все надо, ничего не хочет двигаться, никуда идти, ничего делать не хочет, никуда не хочет, и не может, и боится тронуться с места, то есть это вместо воина появляется воинственный, от страха воинственный, да, бездействующий человек, невидящий цель, неуверенный в себе, это категоричный, суетливый, либо полный застой, либо суета, то есть двигаюсь, двигаюсь, делаю вид, что я что-то делаю, выхлопа ноль, это семерка в минусе, и это безответственный, конечно же, человек, который не может принять на себя ответственность, и еще у него все рухнуло, конечно, то есть будет ощущение такое, что ты никому не нужен, ты закрыт в себе, тебя никто не любит, что у тебя рушится вся жизнь, ты не видишь цели, не знаешь, куда двигаться, а если даже пытаешься поставить цель, ты не уверен в том, что ты можешь ее добиться, что у тебя для этого есть ресурсы, если ты находишься в минусе, так и будет, если у тебя девятка девятка в минусе, если ты закрылся от людей, никого не хочешь знать, и ничего не хочешь никому дать, то, конечно же, девятка в минусе, если она в минусе, у тебя нет ресурса для того, чтобы вот это все произвести, то есть ресурс, энергетический ресурс, внутреннее состояние, стимула не будет, не будет толчка, не будет желания, будет казаться, нет сил, нет здоровья, не могу себе ничего позволить, только девятка, раскрывается девятка, получаешь энергию, начинаешь созидать, строить, тогда ты понимаешь, что появляются идеи, это идея и дух, я говорила, да, вот, идейный, и тогда ты начинаешь ставить цели и двигаться вперед, и ты выходишь из этого состояния. Приходим к 60 годам, ощущение, что тебя со всех сторон давят, у тебя со всех сторон тебя прижали, у тебя нет ощущения свободы, тебе хочется свободы, тебе хочется вырваться на свободу от этого всего. Ты, наконец-то, не можешь дождаться пенсии, 60 лет, да, вот, очень хочется свободы, ощущение, что ее тебя нет, тебя ограничивают, тебя зажимают, тебе не дают движения вперед, может быть, как раз наоборот, именно потому, что тебя отправили на пенсию, и ты не знаешь, чем теперь заняться. То есть нет свободы действия, раньше ты мог работать, например, да, где-то там ты была на фирме на какой-то работала или еще где-то, вот, а теперь отправили на пенсию, ты не знаешь, чем заняться, у тебя рамки, ты не имеешь тех возможностей, которые ты имел, скажем так, да, вот, такой тоже, как вариант, возможно. Либо, наоборот, не пускают на пенсию, либо выгнали на нее, как вариант, это я так шучу, пенсии, да. Здесь состояние такое, что 22 энергия уходит в минус, а 22 энергия – это шут, мы помним, да, это шут за троном короля, это советник, который знает, что делать, как поступить, и тихонечко она шептывая королю, король так и делает. То есть это смелый человек, не боящийся сказать правду в глаза, что он думает, и тогда он чувствует себя свободным, открытым, легким на подъем, двигаться вперед, путешествовать и так далее. 22 энергия в минусе – это безответственность, это неадекватность поведения, непонимание сути происходящего, не только советник, это дурак, это дурак, который, конечно, никогда не даст полезного совета, это тяжелый на подъем, который везде опаздывает, это ненадежный человек, который погряз в долгах, потому что 22 энергия, умеет нахвататься кредитов и долгов и не знает, как из них вылезти, нахвататься обязательств разного рода договора, поподписывать, которые такие рамки ему, заключают его в такие рамки, что человек чувствует, что его просто, они давят эти рамки, эти обязательства, то есть заключать договора, которые для него, ему только в тягость не имеет смысла, то есть нужно быть очень осторожным здесь в договорах, которые могут тебя ограничить, твои свободы действия, и тогда ты погрязнешь в минусе, тогда это долги, это зацикленность на материальном, тогда думаешь только о деньгах и как бы вылезти, ни о свободе, ни о движении, ни о путешествиях, думаешь только о деньгах, влазишь в долги и в кредиты, это то, чего нельзя делать, и вплоть до того, что начинает поступать настолько глупо, что может нахвататься кредитов только для того, чтобы поехать в отпуск куда-нибудь и прокутить их, или пойти в ресторан и, например, сыграть свадьбу или еще что-то, а потом не знать, как из этого вылезти, то есть если, ну чаще всего здесь, если кредиты, то они неразумные, бесполезные и так далее, то есть здесь может, от этого может возникнуть всякого рода зависимость, опять же, погрузиться в алкоголизм, или там в игроманию, или еще во что-то, да, люди начинают уходить в себя, в наркотики, или еще что-то. 22 энергия – это рамки, это ограничения, это вплоть до тюрьмы, да, это может быть, но здесь тюрьмой не пахнет, здесь нет восьмерки, хотя восьмерка вот она, да, вот, ну восьмерка и 22 энергия, если они были бы рядом, то это очень большой знак возможности попадания в тюрьму, или в какую-то очень серьезную зависимость, как тюрьма, что ты из нее не можешь просто выбраться, вот, в данном случае 22 энергия говорит о том, что ощущение такой вот подавленности, сжатости, что у тебя ограничений очень много, и это говорит о том, что ты боишься заняться каким-то бизнесом, свою тройку вот эту проявлять, двигаться вперед, да, боишься или не можешь, но чаще всего боишься, потому что опять же здесь присутствует семерка, если ее здесь не смогли проработать, то здесь она еще удвоит свою силу, еще больше будет страшно, и, конечно же, не сделаешь движение вперед, то есть нужно будет открывать свой бизнес, ставить цель, идти к ней смело, развивать свои способности, учиться новому, менять что-то опять же придется, раз 13 энергия говорит о том, что деньги вы будете зарабатывать через перемены в вашей жизни, к вам будет приходить финансовое благополучие, только через перемены, постоянное обновление перемены, учиться чему-то новому, учились здесь, учиться будете и здесь, скорее всего, чему-то новому, то есть жизнь меняется в этом месте тоже, то есть, ну, скажем так, выходим на пенсию, надо думать, чем будем заниматься на ней, например, это как вариант, потому что в 60 лет, как в 40 лет у всех происходит, мы помним, да, без в ребро, говорят, или тому подобные перемены происходят в 40 лет, то в 60 лет происходят перемены, связанные с тем, что жизнь действительно меняется, и это еще один переломный такой период, который деньги вы сможете зарабатывать, если вы сможете переменить свою жизнь, не сесть и увядать, и ждать смерти, да, как говорят, возраст доживания, наше правительство говорит, вот, если вы сядете будете доживать, то вы доживете, да, очень быстро, а если вы начнете опять чему-то новому учиться, менять свою жизнь и двигаться вперед, то вы получите что-то новое, это я говорю девочке, которая треводика сегодня, вот, ну, может она когда-то услышит это, или родители ей подскажут, вот, то есть ее задача здесь в данном случае не потерять себя, раскрыть, почувствовать свободу, наоборот, от того, что ты освободилась от предыдущих обязательств, от всего остального, дать себе свободу, ощутить ее, не бояться этой свободы, а понять, что у тебя наконец-то руки развязаны, и ты можешь их себе развязать, да, и двигаться вперед, открыть какой-то новый бизнес, поставить цель, двигаться к ней, вижу цель, как я говорю, не вижу препятствий, но препятствий в том смысле, что не вижу препятствий, что я могу этому научиться, либо я это знаю и умею, и я буду этим заниматься, то есть человек знает, что у него на это есть способности, то есть он, он способен это сделать, да, у него есть к этому талант, у него, он знает, как ему поступить, и у, страх принять вызов, не видеть цель, неуверенность, воинственность, категоричность, здесь могут уйти и поменяться на движение, принимать вызов, целеустремленность, самодостаточность, с бесстрашией, харизмой и так далее, да, двигаемся вперед, не боимся принять на себя какие-то обязательства, вот, и начать работать, начать жить заново, да, снова, опять новый этап переворота такого, то есть если человек понимает, что эта проблема стоит перед ним, и пришла к нему, именно тот период пришел, значит нужно так и сделать, и когда приходим к 70 годам уже здесь, наступает еще один этап, из которого мы можем получить еще кучу новой энергии, раскрыть еще больше свой талант шестерочки, а именно здесь он будет проверяться на вшивость, то есть у вас может возникнуть, если вы вот тут вот прожили в минусах эти энергии, если она проживет в минусах эти энергии, то тогда шестерка говорит о том, что возникает желание не любить людей, закрыться опять же в себе, шестерка как и девятка хочет закрыться в себе, никого не видеть, опять же это перемены, которые говорят о том, что человек закроется, и могут произойти даже достаточно тяжелые, как я говорила, перемены, насильно, и если вы не хотите что-то новое менять в своей жизни, то здесь жизнь заставит, тринадцатая энергия снова здесь работает, это с 65 до 75 лет, за это уже спросится, то есть если вы вот тут не сделаете этот шаг, обновление какого-то, и будете бояться двигаться заново по-другому, а может быть здесь еще раз поменять, ну здесь первый шаг, а здесь второй сделать к переменам, например, то может быть тогда у вас здесь все пойдет иначе, то есть через любовь к людям, которые вы будете дарить людям, в заботе о людях, вы произведете какие-то перемены в себе, что-то новое, куда-то переедете, или какую-то новую работу себе найдете, или какое-то занятие новое, и вы получите власти деньги, девятнадцатая энергия, она вас приведет к тому, что вы будете иметь возможность проявить свою вот эту вот энергию, которую вы взяли с собой здесь в плюсе, как власть и деньги, вы снова сможете получить власть, и способность дать людям заработать через эти перемены, вы научите, может быть, людей зарабатывать как-то что-то новое, либо поможете им, в общем, ваша задача будет дарить тепло, вот девятнадцатая энергия, дарить возможность какой-то заработка, а может быть просто научить тому, что вы умеете сами, и люди получат на почве этого, новую специальность, и решаться стать тоже, как вы там чему-то, то есть вы научитесь своему опыту, может быть, напишите книгу о себе с любовью, для того, чтобы людям рассказать, как вы это прожили, как вы это все делали, и поделитесь своим опытом, и это принесет вам, опять же, я говорю, доход какой-то, да, и опять же, вы поделитесь людям своим теплом, и тому подобное, да, девятнадцатая энергия в минусе, говорит о том, что человек, если зацикливается на ком-то одном, потому что девятнадцатая энергия, она очень масштабная, она обширная, она полземного шара снабжает, поэтому девятнадцатая энергия, это начальник, руководитель, большие масштабы, большие проекты, мощная память, крепкая, хорошая, да, и девятнадцатая энергия, руководитель большого масштаба, да, чаще всего, либо просто умеет создавать, какие-то масштабные картины, проекты, решать масштабные задачи человек, да, и так далее, то есть девятнадцатая энергия, вот именно, дарит тепло большому количеству людей, участвует в его работе, в его окружении, большое количество людей, но если человек зациклится на ком-то одном, он уничтожит этого человека, то есть он так его покроет своей заботой, что тот человек от него сбежит, потому что он начинает ограничивать свободу, и тогда человек сбежит, и мы видим, что здесь вот на вопросе любви и отношений, речь идет как раз о том, что у нее, ей подходит партнер, который имеет в основе своей девятнадцатую энергию, то есть который мощный тоже руководитель, имеющий такие возможности, силу, способности, и тоже будет иметь вот такую вот задачу, дарить тепло большому количеству людей, а не только ей одной, если зациклится на ней одной, он ей не даст свободы выбора, и поэтому здесь стоит двадцать вторая энергия, которая говорит, что ограничивать свободу себе и другим людям ни в коем случае нельзя, то есть вы должны понимать, что человек имеет право на свободу выбора, на свою свободу, и вы сами имеете право на такую же свободу, то есть вас не должны ограничивать, и вы не должны ограничивать, и мы видим, что разрушительной для вас может быть шестнадцатая энергия, она разрушит все ваше благополучие, если вы будете находиться в минусе по шестнадцатой энергии, от шестнадцатой энергии, которая создает баланс у вас тут между деньгами и отношениями, чтобы вы не зацикливались на деньгах, и чтобы вы не зацикливались на отношениях, а мы видим, что здесь девятнадцатая энергия, которая своей заботой может уничтожить вас, и вы можете своей девятнадцатой энергией уничтожить их, а одиннадцатая энергия, это непосредственно ваш источник дохода, то есть это денежный канал, если открыт, если открыт вот этот вот камень преткновения на денежном канале, на финансовом канале, если он открыт, то здесь важно, чтобы был открыт этот канал уже денежного потока, непосредственно идущего, это ваш кошелек, можно сказать, да, деньги, которые поступают в ваш кошелек, говорит о том, что это зависит от того, насколько вы практично относитесь к ситуации вокруг себя. Но если вы уходите в минус, вы превращаетесь в жадину, которая сидит на деньгах и их считает. И сразу вы уйдете в минус, и вы перестанете их получать. То есть без жадности и без транжирства, опять же, то есть это две крайности, да. То есть практичность, надо уметь считать деньги, надо понимать цену деньгам и не разбрасывать их, не сорить деньгами, но и не экономить до отупления, да. Вот, в этом суть 11 энергии, что она может зарабатывать, то есть превратиться в трудоголика, поставить цель только копить эти деньги и тогда забывает жить, теряет свободу. То есть не превратиться в трудоголика, это самое тяжелое для 11 энергии, когда она просто превращается в трудоголика, забывает даже поесть и поспать. Это то, что трудоголики творят, да. Либо полная лень и отсутствие, диванный критик, это когда 11 энергия уходит в минус. Если уйти в минус по 11 энергии, значит вы потеряете свои деньги. Кошелек ваш будет пуст, да. Поэтому здесь вас кормит 11 энергия, надо понимать. Но открывает путь 13 энергия, то есть не забывать перемены. Вот эти вот энергии, это главный финансовый источник. Новые знания от перемены, понимание выхода пути, куда идти, что делать. И 11 энергия – работать, двигаться вперед и не бояться труда, и будет все хорошо. Зона комфорта говорит о том, что вам необходимо, ей, этой девочке, необходимо по жизни абсолютная честность, справедливость, логика, понимание глубоко в сути дела докопаться, разобраться, вникнуть в любую мелочь, чтобы сделать правильные выводы. И в этом задача восьмерки – соблюдать правила, закон, ни в коем случае, нигде не участвовать, ни в каких финансовых аферах. Потому что эта восьмерка – это правосудие, эта тюрьма запросто, вас поймают обязательно. То есть, что здесь важно знать родителям? Ребенка надо учить честности, справедливости. Она здесь у него, это зона комфорта. Этому человеку будет, этой девочке будет очень приятно жить в честности, справедливости. Если она будет видеть вокруг себя честность и справедливость, этому должны… В общем, я рекомендую родителям никогда не врать этому ребенку. Если вы будете говорить, да, да, завтра пойдем в зоопарк, а потом не идете, вы превратите ее восьмерку в минус, и она потом погрязнет сама во лжи, во всем этом, и может из-за этого влипнуть очень серьезно. Мы видим на уровне духовного развития, это больше не физическая тюрьма, скажем так, да, а внутренняя такая тюрьма, ощущение несправедливости во всем мире, ощущение нет движения вперед, ощущение нет свободы и так далее, да, нет честности, нет справедливости и все остальное. То есть, это просто будет очень тяжело для нее, и в дальнейшем она может не справиться со своими задачами, они здесь достаточно сложные, очень много перемен и разрушительных энергий, сильных разрушительных энергий, очень тяжелых. Ну, это у всех у нас есть какие-то энергии такие, но здесь вот они являются еще балансом ее финансово- и духовного. Вот в вопросах любви и в вопросах финансов тоже является балансом 16 энергии. Это сильное разрушительное, если в минусе, и сильное созидательное, если в плюсе. Это может быть мощная, сильная любовь и мощные, хорошие доходы, деньги, власти, все остальное. И если она будет жить честно, справедливо, не злоупотребляя властью, если не будет бояться принимать вызовы по семерке, да, двигаться вперед. Вот, потому что восьмерка – это нарушение законов, это скрытие налогов, это идти на аферы типа откатов и так далее. На этом обязательно попадется и будет попадаться вот даже с детства пожизненно вранье, если научится врать. Поэтому ее нужно учить тому, чтобы она не врала и показывать это на своем примере родителям. Иначе могут быть проблемы именно связанные с законом. Восьмерка – это закон, это правосудие, это честность, это справедливое осуждение, осуждение, это подставы, когда тебя подставляют, когда тебя обвиняют в том, чего ты не делаешь, если восьмерка уходит в минус. Если в плюсе восьмерка, все идет гладко, хорошо, комар носа не поточит, и тогда все в порядке. И тогда мы смело принимаем вызов на себя, видим цели, ставим цели. Цель надо ставить постоянно, ей будет комфортно, если она ставит себе цель, она ее видит, эту цель, она стремится к ней. У нее сильный внутренний стержень. Когда она ставит цель, она становится упрямая, и она добивается этого через свое понимание этой цели и понимание того, что она может этого добиться. То есть у нее уверенность в себе, в своих силах, в своих возможностях, в своих потенциалах. Эта семерка говорит о том, что человек ответственность берет за свои поступки, самодостаточный и целеустремленный. Когда появляется вот это чувство самодостаточности, я знаю, что я это могу. И тогда пятнадцатая энергия – это энергия дьявола, которая говорит о том, что эта женщина может быть искусительной, соблазнительной, такая, что может повлиять на людей. Она будет видеть в людях все их недостатки, она будет легко разбираться в людях. Если вот это все будет у нее хорошо в плюсе работать, то она будет видеть людей корыстных, людей завистливых, людей имеющих привязанности какие-то, негативные привычки и прочее, что может мешать на работе. То есть она может легко определяться, брать на работу такого работника или нет, она только на него посмотрит и скажет, что она о нем видит. То есть она будет его хорошо видеть, все недостатки людей видеть. Но пятнадцатая энергия имеет такую задачу, опять же, как и восемнадцатую – это исправлять, исправлять ошибки других людей, исправлять людей, их недостатки, помогать им подсказывать, выявлять их недостатки. То есть она искуситель, соблазнитель и провокатор. Провоцирует людей проявить его недостаток. Когда человек проявляет свой недостаток, ее задача – не шантажировать ни в коем случае этой возможностью и не манипулировать людьми в свою пользу, держа их, так сказать, за их проблему. То есть обнаружив в них недостаток, поймав их на этом, она может манипулировать, начинать. Видя, что человек боится чего-то, она может это манипулировать этим человеком, потому что понимание причинно-следственных связей дает восьмерка. Когда глубоко разбираешься в чем-то, логика присутствует, ты понимаешь, откуда ноги растут и к чему они ведут. А здесь пятнадцатая энергия как раз именно это может использовать – манипулировать или шантажировать других людей, зная их недостатки, их проблемы. Задача же пятнадцатой энергии – не шантажировать и не манипулировать, а именно помогать исправить эти ошибки. То есть когда ты видишь, что у человека есть такая проблема, нужно ему подсказать, помочь и избавиться от этой проблемы. Сказать, будь осторожен, у тебя есть такая вот фишка, как ты, например, трудоголик или как ты, например, игроман или ты алкоголик. И давай ты лучше вообще не бухай или не играй, потому что ты азартный и ты не сможешь от этого избавиться просто так. То есть задача – помогать людям исправлять их ошибки, а не манипулировать или шантажировать людьми. В этом задача пятнадцатой энергии. Если она будет в плюсе, то будут в плюсе эти энергии тоже. И наоборот, если эти энергии в плюсе, важно соблюдать еще и эту энергию тоже в плюсе. То есть через смелость движения вперед, через понимание причинно-следственных связей будет понимать, что этого делать нельзя. Потому что это, опять же, нарушение закона, даже шантаж. Манипуляции никто не докажет, но шантаж даже может быть наказуем. Вот так вот работают эти энергии, которые здесь вот я вижу. Предназначение ребенка этого по роду мужскому – это проявлять вот эту самую восьмерочку – честность, справедливость, понимание причинно-следственных связей, уметь их видеть, глубоко разобраться, кто в чем виноват, кто чего не так сделал, и вынести правильное решение. Не идти на поводу у каких-то эмоций или, не дай бог, за деньги, за откаты и за прочее, принимать какие-то неправильные решения, потому что это будет восьмерка в минусе. А если она в минусе, рано или поздно подставят вас. Обязательно за это придется ответить. И еще и как бы нашим потомкам после нас приходится отвечать за наши ошибки. Вот в данном случае, как мы прорабатываем, у нее стоят задачи проработать энергии мужского и женского рода, опять же. То есть не смогли справиться там. Здесь мы видим с участием того, что она популярна и известна, с участием того, что она чувствует свою интуицию. Если эти все энергии находятся в плюсе, то восьмерка будет в плюсе, и она выполнит задачу программы мужского рода. Женский род говорит о том, что она должна стать популярной и известной. У нее для этого есть внутренний стержень и любовь к людям. Это то, что хочет женский род, чтобы она проявила в будущем. Для себя она до 40 лет должна, опять же, научиться быть честной, справедливой. Видеть пример этого от своих родителей, как говорится, что жить честно это намного лучше, чем жить во вранье. Вот опять же в справедливости поступая, все по правилам, по порядку, глубоко вникая, проникая в суть вещей, разбираясь. И только после этого делать выводы логические, правильно поставленные. Десятка говорит о том, что этому будет способствовать вдохновение и удача будет ей способствовать. И шестнадцатая энергия говорит о том, что будут приходить через вдохновение нужные идеи созидательные, творческие. И тогда будет все благополучно. И восьмерка будет работать тоже ей на пользу. Но никаких откатов, никаких обман, никаких афер. Иначе это все ее погубит. Социализация. Это уже вот если до 40 лет была восьмерочка, то с 40 до 60 лет это то, чем она может послужить для общества, для социальных нужд. Да, мы приходим сюда не только себя проявить, но и в социальных обществе проявить. То есть у нас есть три помочь роду и три возможности себя проявить, именно как предназначение проявить в разных сферах. Для себя, как ты можешь себя проявить в социуме среди людей и что ты можешь дать своей душе. Вот в данном случае в социуме она должна проявить свою семерку. В этом ей поможет восьмерка, если она будет проживать ее в плюсе. Причина следственной связи, понимать, что такое честность, справедливость, поступать именно так. Тогда семнадцатая энергия, популярность ее будет расти на почве этого. И семерка появится у нее в плюсе, как самое лучшее, что она может проявить в данном случае. Это видеть цель, чувствовать свою самодостаточность. Потому что глубоко разбираясь всем, имея популярность, я понимаю, что я все смогу, я справлюсь. Я воин, который ничего не боится. Ставить цель надо постоянно. То есть одна цель была поставлена, достигнута. Тут же ставится новая цель и опять она достигается. Так работает колесо, колесница вернее. И колесница говорит о том, что нужно не бояться принимать решение, принимать вызов на себя. И тогда движение будет постоянное. Потому что семерка это постоянное движение. Ни в коем случае нельзя останавливаться. Принимаем вызов, целеустремленность, самодостаточность, бесстрашие. Это харизма и лидерство. Это ответственность, амбициозность. Это все, что нам дает семерочка. И мы проявляем себя в социуме именно таким образом. В чем суть духовного развития. То есть душа поставила задачу с самого начала и до самого конца жизни. И дальше, сколько бы лет еще не жили. Она поставила задачу проработать пятнадцатую энергию. Что такое пятнадцатая энергия, я уже сказала. Это дьявол. Это то, что у нее стоит вот тут. И если она будет честная и справедливая. Если она будет правильно принимать решение, вызов брать на себя и нести ответственность за то, что она делает. То пятнадцатая энергия будет помогать другим людям исправлять их ошибки. Обнаруживая их негативные черты характера. Помогать им раскрывать эти черты характера. Вскрывать, как говорится, эти нарывы. И прорабатывать их. Помогать людям прорабатывать эти энергии. То есть показывать им. Люди пусть сами прорабатывают. Либо им помогают, если они просят совета. Если совета они не просят. Значит, понимая свои недостатки, вы их помогаете им проявить. Опасность пятнадцатой энергии в том, что вы сами можете погрязнуть во всех этих негативах дьявола. Искушениях, опять же изменах, опять же нарушениях, предательстве, обмане, воровстве, страхах. Вот этих всех погрязнуть. Это все на материальном плане мы видим. Вот это материальное благополучие и физическое здоровье человека зависит от этих всех энергий. Духовное состояние человека, его психическое состояние зависит от этих энергий. У каждого человека. То есть если эти энергии в плюсе, у вас все в порядке на уровне души, вы спокойны, вы благополучны. Если вот эти все в порядке, то вы имеете ровно такое материальное благосостояние и физическое здоровье, физического тела. Тут психического тела, а здесь физического тела. Да, вы имеете такое здоровье, которое вы заслуживаете. Если у вас здесь все в плюсе, значит у вас все здесь более-менее со здоровьем тоже будет хорошо до самой старости, как говорится. Потому что 11 энергия – это огромный потенциал физического здоровья, крепкого здоровья. Вот такая вот матрица у этой девочки. По состоянию здоровья, опять же, мы смотрим, какие энергии отвечают за какую часть тела. Об этом нам еще и говорят наши чакры, которые я прилагаю к этому. Поэтому, если мы имеем вот тут чакры, которые связаны у нас с матрицей, мы видим, каждая чакра отвечает за вот эту область, на которой она вот тут нарисована. Что вокруг нее, зато она и отвечает. И мы видим, что нижняя чакра отвечает у нас за тазобедренные вот эти вот суставы, за нижнюю часть скелета, за кости в целом, в ногах, стопы, колени. Вот это все за заболевания костей в целом. То есть такие, как артриты, артрозы и так далее. Если в минусе вот эти вот энергии 3, ну в данном случае это вот эти вот 3 энергии, да, у нас здесь вот они проявляют себя. Если эти 3 энергии в минусе, вот они здесь 5, 22 и 9, да, опять же, вот эти вот энергии. Если они в минусе получаются, то у нас страдает, так, ушла из этой картинки в эту. Вот, у нас страдают вот кости и нижняя часть. Сейчас, мочеполовой системы, да. Вот здесь у нас отвечают уже почки, мочеточники, кишечник и так далее, да. Здесь желудок, поджелудочная, селезенка, желчный, печень, вот тут вот, да. И это отвечает у нас по здоровью вот эта вот чакра посрединке, да, которая эти энергии. Вот, сердечная чакра у нас связана вот с этими зелененькими. Здесь у нас дыхательные пути, кровеносная вся система, да. Все дыхательная вся система. Вот тут вот зависит руки. Нет, руки вот отсюда, да, идут. Здесь легкие, вот, и все связанное с дыхательной, кровеносной системой. Вишутха у нас отвечает за проявленность в мире в этом, за голосовые связки, за способности говорить, за способность высказаться, проявить себя и так далее, да. Дальше синяя у нас отвечает за мозг, за нервную систему, за всю, за способность мышления, память и так далее, да. И верхняя у нас отвечает вот за интуицию, энергии, которые находятся в этом плане. Вот тут вот сиреневые, да, вот эти вот все, они опять же вот 11, 6, 17, да. Это связь с высшими силами, с космосом, с энергией. Если это все у нас хорошо проявлено, то у нас все здесь в порядке. Ну, вот так вот работает эта матрица. И в данном случае я думаю, что я сказала все, что я могу здесь сказать. Более подробно уже могут рассматриваться матричные все вопросы. В том случае, если о человеке знаешь больше, если человек хочет решить конкретную проблему, он говорит, какая проблема, в чем она проявляется. И когда смотришь на эти вот энергии, можешь сказать ему, что ему мешает. Скорее всего, какая из этих энергий у него находится в минусе. Чаще всего это не одна. Конечно же, чтобы возникла серьезная проблема у человека, накапливается много энергетических минусов. И когда какие-то энергии, которые отвечают за определенную сферу в его жизни, в его здоровье и так далее, в отношениях, это или это в деньгах, финансах, это или это в его талантах и так далее. То есть тут надо уже смотреть, где именно проблема, в чем она состоит. И тогда еще можно разобраться в конкретной проблеме, если что-то, возникает какая-то проблема и есть желание в ней разобраться. Все, на этом до свидания. Желаю этому ребенку всего самого хорошего в жизни, чтобы его вот эта сила и выносливость как можно лучше помогла ему все это побороть и как можно легче пройти все эти испытания. Когда родители с детства знают об этом, я думаю, что они примут все меры для того, чтобы ребенок был и здоров, и понимал, как ему двигаться, и честность, и справедливость, и все остальное они сумеют в нем воспитать. И какие-то таланты, которые смогут раскрыться. Опять же я даю в списке перечень профессий, которые могут именно послужить ему для благополучного решения финансовых проблем в его жизни. Какая именно специальность, там можно выбрать из списка специальностей, какие могут послужить ему для того, чтобы куда учиться идти, чтобы проявить как можно лучше его способности. На этом до свидания. Всего самого хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok